Первая акция в рамках новой общественной кампании «Сила в правде» приурочена к 70-летию президента России Владимира Путина. Акцию инициировала Ассоциация молодёжи Абхазии «Апейбш». Её председатель Саид Куланба, открывая мероприятие, отметил. Сегодня мы поговорим о Владимире Владимировиче как о личности, о том, как изменялась политика России по отношению к Абхазии с его приходом во власть, и в целом о взаимодействии России и Абхазии, в том числе сквозь призму молодёжной политики. Первым выступил член общественной палаты, предприниматель Абисалом Кварчия. Был период в нашей истории, молодые, наверное, не помнят, когда Абхазия была фактически в блокаде. Мужчины старше 16 лет и моложе 60 лет не имели права пересекать границу Российской Федерации. Вот именно с приходом, когда он уже стал даже премьер-министром, где блокаду сняли, до прихода Владимира Владимировича Путина мы не имели права официально оформлять Грузию и вывозить в Россию. Всё это шло в сегменте теневого бизнеса. Но в дальнейшем вы знаете, как события разворачивались, и блокада была снята, граница была освобождена от такой бремени, мы свободно начали торговать с Россией, а потом уже в 2008 году, как после признания, моё мнение, многое мнение такое, многие так думают, именно в этот момент мы можем считать, война, которая началась в 92-м году, она закончилась именно в 2008 году с момента признания. Зам. председателя Госкомитета по делам молодёжи и спорту Мадина Волба рассказала об Абхазо-российском сотрудничестве в области молодёжной политики, а также проанонсировала Международный молодёжный форум, который состоится в Абхазии в конце октября. С 21 по 26 октября текущего года в Абхазии пройдёт Международный молодёжный форум «Вместе создавая будущее», в котором примут участие представители молодого поколения Абхазии, России, Южной Осетии, Донецкой и других республик. Площадка форума даст возможность объединить молодёжь и двигаться в правильном направлении. Представитель Россотрудничества Руслана Гиргидава начала свою речь с цитаты из фильма «Брат-2» о том, что сила в правде. А есть ли цена у правды и готов ли каждый из нас заплатить за эту правду, задаётся вопросом Руслана Гиргидава. Сегодня Владимир Путин призывает государство и общество стать центрами свободных людей, объединённых общими ценностями. Какие же это ценности? Безусловно, правда, доверие друг другу, честность и, конечно же, справедливость во всех её проявлениях. Весь мир следит за событиями на Украине. Республика Абхазия не исключение. И граждане, и глава нашего государства высказывают слова поддержки Владимиру Путину. Все мы сегодня остро понимаем наше соучастие в тех или иных преобразованиях, которые проводит президент Российской Федерации. Я верю, что решение Владимира Путина провести специальную операцию – это обдуманный и ответственный шаг. Крайняя мера для защиты интересов русского населения, рубежей России и союзных ей государств. Представитель молодёжного крыла общественной организации «Айтгалара» Тимур Бегвава поблагодарил организаторов акции за возможность высказать своё мнение. Братские и союзнические отношения с Россией мы, граждане Абхазии, должны беречь, как зеницу ока, подчеркнул Тимур Бегвава. Обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся вокруг вопроса передачи госдачи в городе Пицунда в пользование Российской Федерации, в чём только не обвиняют несогласных с данным решением. Этот вопрос вполне способен дестабилизировать политическую обстановку в стране, и эти процессы протекают в условиях высокой вероятности начала боевых действий со стороны Грузии. В сложившихся условиях считаю абсолютно важным сосредоточить свои усилия на мероприятиях, направленных на улучшение обороноспособности нашей страны. Тема госдачи в городе Пицунда отвлекает внимание общественности от действительно важных вопросов безопасности. Хочу отметить, что «Айтгалара» с удовлетворением восприняли новость об осознании властью необходимости внесения изменений в соглашение. Вместе с тем вопрос возможности передачи объекта третьим лицам далеко не единственный. Убеждён, что только полное соответствие соглашения нормам Конституции Республики Абхазии и действующему законодательству будет отвечать национальным интересам и Абхазии, и России. Руководитель АПЕПШ Саид Куланба предложил присутствующим студентам поделиться своими мыслями. Двое парней, Алис Смыр и Андрей Маркарян, по очереди вышли к трибуне. В первую очередь я желаю всем мирного неба над головами, чтобы во всём мире был только мир и все были счастливы. Сотрудничество с Россией, его правда нельзя как-то обесценивать, поскольку мои братья учатся там, в хороших вузах, получают достойное образование. Сюда приезжают отдыхающие из России и наш бюджет строится практически на их кошельках. Поэтому я надеюсь только, что наше сотрудничество, оно будет достойным и гордым. Это будет не время царской России, когда подавляли особенности этносов, а будет время новое. Той России, которая не будет подавлять, а будет наоборот, всё более по-новому раскрывать и выражать особенности нашей культуры. В принципе, несмотря на то, что я, как и многие присутствующие здесь, являются учащимися первого, второго или третьего курса, фактически ещё молодые люди, после недавних событий мы стали более тесно смотреть в политическую ситуацию в нашем мире. Отнюдь не из-за желания разбираться в политике, так как мы стали лицезреть, происшить то, что мир, будем честно, меняется в данный момент весьма сильно. И тут уже вопрос, в каком именно плане он будет меняться. В данной ситуации хотелось бы куда более тесное сотрудничество с Россией. Закрывая мероприятие, Саид Куланба сообщил, что в ближайшее время состоится подписание соглашения о сотрудничестве между молодёжной организацией «Будучие Абхазии» и платформой «Россия – страна возможностей», что позволит молодым людям республики принимать участие в конкурсах, проектах и олимпиадах, реализуемых платформой.